МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Сегодня в Комсомольском районе открылся новый детский сад. Его строительство велось почти год в рамках программы развития дошкольного образования. Почетные гости во время торжественной церемонии отмечали, что сельский садик ничем не уступает городским. В этом убедились и мои коллеги. В этой детской стране маленькому Рамилю интересно все. Красивые игрушки, новые друзья и доселе невиденная аппаратура нашего телеоператора, которую вот так вот запросто можно потрогать руками и даже на вкус попробовать. Валя, хорошо в садике? Валя, пообщайся, мы с дядей, пообщайся. Валя, как в садике? Хорошо? Хорошо. Родители на разу? Да, хорошо. Хорошо. Возьми. Тебе. Пожалуйста, скажи. Пожалуйста, Баря, скажи. Дай, пожалуйста, скажи. Дай, пожалуйста. Вместе с Рамилем в детский сад пришел и его старший брат. Родители мальчиков этого дня ждали с нетерпением. Затем, как строилось здание, они наблюдали каждый день из окон своей квартиры. День и ночь работали, всю зиму работали. Прям мы следили, потому что дом тут рядом. Очень сильно работали. Воспитательницы очень хорошие, нянечки, все-все. Оценить работу подрядчиков приехала глава республики Михаил Игнатьев. На строительство садика из бюджета было выделено более 80 миллионов рублей. В своей очереди дождались 140 ребят. В ближайшее время проблему нехватки мест в садиках удастся решить не только в Комсомольском районе, но и по всей республике. Наша задача в 2015 году 100% закрыть проблему мест для детей в возрасте с полтора лет. До конца года мы еще 6 детских садов будем вводить и практически миллиарды рублей на все это выделяем. Ребят уже с малых лет будут обучать работе на компьютерах. Здесь оборудовали современный интерактивный класс. Новая техника в музыкальном зале, новая мебель в спальнях. О таком и не мечтали, говорят многие родители. Но глава региона оценивал не только начинку, проверял и все, что скрыто от посторонних глаз. Трубы есть? Есть. Теплая? Нет. Теплая. Подтверждаю. Изюминка детского сада – площадка дорожной безопасности. Знаки, разметка, тротуары и пешеходные переходы. В республике подобных автодромов нет еще нигде, но они необходимы. Ребят будут обучать правилам поведения на дороге. Из них вырастут грамотные пешеходы. Детский сад «Радуга» возвели на окраине села. Этот район в Комсомольском развивается с каждым годом. И его уже в пору называть не иначе, как молодежным. Именно здесь строятся новые дома, в которые заселяются молодые семьи. Наметился неплохой демографический скачок. И уже очевидно, что в ближайшее время в Комсомольском необходимо будет построить еще один новый детский сад. Родители об этом попросили главу республики. Медрик Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Сегодня же глава республики поздравил с праздником комсомольских аграриев. Труженики подвели итоги сельскохозяйственного года. В этом году в Комсомольском районе из-за аномальной жары погибла пятая часть урожая. Ущерб превысил 80 миллионов рублей. Не досчитались аграрии картофеля. Второго хлеба собрали в два раза меньше, чем запланировали. Тех, кто пострадал от засухи и обильных осадков, поддержат. В этом году на нужды работников отрасли из бюджета было выделено более 2 миллиардов рублей. Глава республики в очередной раз призвал руководителей хозяйств делать ставку на животноводство. В следующем году Комсомольское примет у себя и главный праздник республики. Это позволит привлечь в муниципалитет неплохие инвестиции. В Чебоксарах появится комплекс памяти погибших в локальных конфликтах. Сегодня на месте строительства побывала большая группа из представителей госсовета, администрации города и общественности. Инициатива открыть памятник принадлежит матерям солдат, погибших на Северном Кавказе при исполнении воинского долга. Пришлось долго ждать, прежде чем дело сдвинулось с мертвой точки. Вопрос взял на контроль председатель Госсовета республики Юрий Попов. Для строительства памятника погибшим в локальных конфликтах подобран именно мемориальный комплекс «Победа». Действительно, как не здесь, рядом с существующей Стеллой воином-афганцем быть памятнику. Долгих 8 лет ушли на обивание порога в кабинетах власти. То ссылались на отсутствие денег, то на другие проблемы. Наконец достучались, рассказывает Ангелина Тимофеева, мама солдата, погибшего в горячей точке. Некоторые матери, я вот сколько замечала, они приезжают с Порецкого района, с Комсомольского. Это же далеко все-таки деревенские жители. Они приезжают и вот гладят фамилиями отчества своего сына. Это смотреть очень даже, знаете, сердце разрывается. А кому-то даже и потрогать эти буковки нет имен. А теперь уж я смотрю, что все-таки строится большой, обширный. Есть надежда, что никто не будет забыт и ничто не будет забыто. Еще месяц назад здесь были одни разрытые ямы. Сейчас стройка идет полным ходом. Рабочая группа из депутатов, чиновников, общественности осматривает место стройки. Брусчатка уложена, стелы забетонированы. Сейчас идет облицовка. Что дальше обсуждают по ходу. Надо все, нужно все, мрамору, граниту положить. Потом, которую надписи нужно делать на отдельной плите. Она, скорее всего, должна быть черной. Оба памятника, существующие и появляющиеся, свяжут единым архитектурным стилем. Композиция состоит из трех частей, на каждой из которых собираются закрепить гранитные доски с именами погибших. Списки сегодня переданы. Говорят в них фамилии 135 жителей Чуваши, отдавших жизни в горячих точках. Через 10 дней мы закончим полностью, кроме надписей, которые необходимы быть. Поэтому, что связано полностью, мы закончим его к маю месяц, скорее всего, когда будут все надписи, которые списком будут. Что касается денег, мы еще ни разу не подняли насчет денег. Мы пока делаем все за счет компании. Памятник возводится на частные пожертвования. Официальной сметы еще нет, поясняет в госсовете. По некоторым данным, речь идет о сумме более чем в 2 миллиона. Да, это обязательно только методом НИМЕ. Тут, насколько мы договорились, и город, и Владимир Федорович, что они берут только за стоимость материала. И работу. Да, и работу. Поэтому это намного дешевле будет, во-первых. И, во-вторых, счет, который открыт, у нас фонд поддержки Чувашии, есть такой фонд, там деньги поступают. Уже примерно где-то в районе миллиона денег поступило. В будущем предполагается еще возвести здесь стелу-символ. Но это после, на втором этапе работ. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. С 2009 года Чубаксары являются представительством Ассоциации книгоиздателей России Приворского федерального округа. Сегодня ее участники собрались в Чувашии, чтобы обсудить профессиональные проблемы и наметить пути их решения. Рабочая встреча председателя кабинета министров Чувашской республики Ивана Маторина и президента Ассоциации книгоиздателей России Константина Чеченева была посвящена обсуждению наиболее острой проблемы. Что сейчас самая большая проблема – эту книгу продать. А продать у нас в книжных магазинах все меньше и меньше, менее трех тысяч. Чувашия – одна из тех республик, где книжная отрасль довольно хорошо развита. Наличие нескольких издательств, сложившаяся практика расширения книжного оборота, дает возможность ежегодно увеличивать объем и ассортимент выпускаемых книг. Опыт Чувашии может пригодиться соседям, поскольку век интернета проблемы сбыта печатной продукции стоит достаточно острым. Участники семинара обсудили перспективы развития кооперации в книжном обороте, инструментов информационного обмена и пропаганды чтения. Десять издателей региональных поехали во Франкуль, где смогли посмотреть, как происходит, как живет книжный рынок вообще в рамках мирового книгоиздания. Получить представление, опять же, устроить презентацию своих книг. На совещании обсуждались и проблемы сохранения читательской аудитории, особенно среди детей и молодежи. Как приучить современных детей к чтению? Какой должна быть детская книга? Ответы на эти и другие вопросы участники встречи будут искать в течение двух семинарских дней. Алена Жукова, Евгений Анисимов, Республика. Их появление на свет ждали позднее, однако обстоятельства сложились по-другому. Речь о недоношенных детях. Выжить тем, кто поторопился родиться, помогают современные технологии. Подробнее в следующем репортаже. Это невозможно описать, это невозможно сказать, потому что чувства переполняли. То есть это были ночи со слезами, как говорится, в подушку. Это было ужасно все. 13 ноября дочке Лили исполняется 4 месяца. Врачи говорят, что с малышкой все в порядке. Воды отошли, когда женщина была на 26-й неделе беременности. Это четвертая крайняя степень недоношенности. Врачи решили срочно делать кесарево. Сделали кесарево. Слава богу, есть реанимация. Слава богу, есть такая больница, президентский центр, куда наши детки попадают. Вы же девочке помог специальный шаттл для недоношенных детей. Начать операцию врачи не могли, пока не привезли нужное оборудование. По словам специалистов, без него у ребенка просто не было бы шансов. Теперь же выживают даже те, чей вес называют экстремально низким. После появления на свет условия внутри шаттла фактически заменяют утробу матери. С января 2012 года Российская Федерация перешла на новые критерии регистрации новорожденных. То есть, если до 2012 года ребенком считался человек, который родился с массой от килограмма, то с января 2012 года масса детей уменьшилась, и мы занимаемся детьми и регистрируем детей с массой тела от 500 грамм. Вот эта вот система, жираф-шаттл, это инкубатор, который трансформируется в открытую реанимационную систему и позволяет производить транспортировку новорожденного ребенка в пределах родильного дома из родзала в палату реанимации интенсивной терапии новорожденных без ущерба для его жизни. Шаттл становится практически местом обитания ребенка до тех пор, пока он не сможет жить самостоятельно, без проводов и аппаратуры. Сейчас в перинатальном центре таких спасительных боксов 16. Впрочем, по словам врачей центра, Чувашия вообще единственный регион в стране, где такие шаттлы есть. Ольга Пырычкина, Елизавета Зайцева, Евгений Нисимов, Республика. Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о том, как будут распределяться выходные и праздники в новом 2014 году. Как следует из документа, в Олимпийском году нас снова ждут долгие майские каникулы и немало других приятных сюрпризов. Новогодние каникулы у россиян будут продолжаться с 1 по 8 января включительно. 31 декабря в уходящем 2013 выпадает на вторник и является обыкновенным рабочим днем. День защитников Отечества приходится на воскресенье. В соответствии с законом, при таком совпадении выходной должен переноситься на следующий после праздничного дня рабочий день, то есть на понедельник 24 февраля. Однако на этот раз выходной с понедельника 24 февраля переносится на другой понедельник 3 ноября. С мартовскими выходными в 2014 году все так же непросто, как и с февральскими. Как и 23 февраля, 8 марта выпадает на выходной день, на субботу. Поскольку правительство не внесло никаких корректировок, то мы будем отдыхать 3 дня подряд. Выходной автоматически переносится на понедельник 10 марта. 1 мая в 2014 году выпадает на четверг. На пятницу 2 мая переносится январский выходной. Так что мы получим 4 выходных дня в честь праздника весны и труда. 9 мая выпадает на пятницу. Но здесь никаких сюрпризов не ожидается. Мы будем отдыхать 3 дня подряд. С пятницы по воскресенье включительно. Таким образом, майские праздники в будущем году окажутся несколько короче, чем в 2013. 12 июня – День России, четверг. И здесь нас ждет отличная новость. 4 выходных дня подряд, поскольку на пятницу 13 июня переносится еще один январский выходной. Последним праздником 2014 года станет День народного единства. На этот раз 4 ноября приходится на вторник. И здесь нас снова ждет неожиданный поворот событий. На то, чтобы народ успел в полной мере прочувствовать свое единство, освободится целых 4 дня. Все дело в том, что выходной с понедельника 24 февраля переносится на понедельник 3 ноября. Нет сомнений, что 4 выходных дня смогут скрасить ноябрьскую серость и помогут в борьбе с традиционной осенней депрессией. Россияне следят за новостями через интернет. Статьи под такими заголовками сегодня появились в ведущих СМИ страны. За последние два года количество интернет-пользователей увеличилось с 52 до 62% от общего числа жителей России, сообщает Интерфакс. По данным социологов, растет и количество людей, которые следят за последними новостями именно в глобальной паутине. Таких уже 42%. Кстати, смотреть новости нашего канала тоже можно в интернете на нашем сайте ntrk21.ru Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин